Американский журнал «Политика», связанный с Госдепом, публикует материал, согласно которому Вашингтон склонен начать поиски возможности заключения российско-украинского мирного договора еще текущим летом, а не к концу года, как об этом говорилось ранее. Сегодня в Киеве и на Западе гадают, куда будет нанесен следующий удар русской армии – в Харьковской, Николаевской или Одесской области. А надежд на планируемое августовское наступление в СУ остается все меньше и меньше. Собрать необходимые для этого резервы не получается. Так, Нью-Йорк Таймс пишет, что серьезные потери в живой силе в Донбассе вынудили украинскую армию перебрасывать неподготовленное подкрепление с Западной Украины. Но проку от этого немного. Неподготовленные солдаты только увеличивают количество двухсотых без какого-либо урона для неприятеля. А для их обучения и подготовки нет ни времени, ни места. Так Арестович признал, что на украинских территориях уже нет безопасных мест, недосягаемых для ударов российских ракет. А те солдаты, которых взялись готовить Британия, Чехия, Польша и другие страны, явно не поспеют к августу. При этом заявление Киева о готовности поставить в строй миллион человек – блеф. В реальности все не так, и на той же Западной Украине уже не просто вручают повестки, а пойманных в облавах призывников в наручниках тащат в военкомат. А во Львове, Тернополе, Ужгороде и Мукачево соцсети превратились в сплошной поток некрологов местных уроженцев, сгинувших на Донбассе. Результатом стал рост сепаратистских настроений. Впрочем, неподготовленных солдат гонят на фронт не от хорошей жизни. Из городов Центральной и Восточной Украины выгребли уже под два состава терр-обороны, а набранный на их место новый, преимущественно возрастной состав фольксштурма, необходим для подготовки обороны этих городов. Еще хуже обстоят дела с вооружением. Так, из более чем сотни 155-мм гаубиц М777 в строю сегодня осталось чуть больше 30 единиц. Потери понесли и французские Цезари, и немецкие панцергаубицы 2000. Даже польские Саокраб, которые планировали держать в резерве, пришлось перебросить в Донбасс, где они долго не проживут. А ведь сейчас становится горячо и в Харькове, в Харьковской области. Так что приходится все поставленное вооружение немедленно отправлять на фронт. Впрочем, при решительном перевесе ВС России ситуацию это не спасет. При этом резервы оружия НАТО в основном уже исчерпаны. Так, польские, французские и немецкие САУ выводились из боевого состава. Ни контратаковать, ни даже остановить движение русской армии не в силах. И это одна из причин, которые заставляют в Вашингтоне задуматься о мире, пока Россия не освободила всю Украину. Другой, не менее серьезной причиной является надвигающаяся зима. Политика пишет, что Зеленский надеялся, что европейцы обеспечат его бесплатным газом. Но предварительные переговоры Украины с потенциальными поставщиками показали, что они не планировали делиться с Киевом углеводородами, тем более бесплатно. И даже продавать им их не будут. Не смогут помочь и США, так как давать Украине топливо на зиму неоткуда и страшно дорого. Не то, чтобы американцы так переживали за украинцев, но вымершие города будут показательным провалом их самих, а также наглядной демонстрацией отсутствия альтернативы русскому газу. Собственно, Вашингтон начинает беспокоить и грядущий энергетический кризис в самой Европе. Понятно, что американцы стремились ослабить ЕС. Однако ситуация может развиваться непредсказуемо и бесконтрольно и привести к падению проамериканских режимов в ряде европейских стран, что американцам совсем не хотелось бы. Хотя прямо это и не говорится, но мирный договор должен будет открыть путь и к преодолению газового кризиса. Но встает вопрос, как усадить стороны за стол переговоров? Хотя Зеленский сейчас в полной личной зависимости от Джонсона, который выступает против всяких перемирий, США являются главным военным и финансовым спонсором режима. Да и в конце концов, Зеленского можно поменять, например, на Залужного. Гораздо сложнее будет обстоять дело с Россией. По сути дела, Западу нечем нас заинтересовать, нечего предложить на обмен. Остается только давить. Но чем? Санкционный кейс себя практически исчерпал полностью. К прямой войне Запад еще не готов. Значит, в ход пойдут конфликты по периметру, с целью заставить отвлечь силы с Украины и террористические удары. И то, и другое уже пущено в ход. Об этом говорят мятеж в Узбекистане и обстрел Белгорода. Понятно, что подобные атаки будут продолжены. Но похоже, это все, что остается в арсенале Запада. Не слишком богато.